ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Задумали давно, а реализовали только сейчас. Впервые в Бийске запущен онлайн-проект «Алтай читает Шукшина». 30 лет на сцене. Народный академический хор ветеранов МПЦ «Алтай» отметил свой юбилей. Итак, мы начинаем. Копеек больше не будет. Оплата за проезд в городском общественном транспорте округлена до 20 рублей. Пакет документов, предоставленных в администрацию перевозчиками, прошел проверку. Требования признаны обоснованными. Сейчас документы проходят последнюю стадию согласования в прокуратуре города на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства. Уже известно, что разницы в 50 копеек, как было ранее при оплате проезда электронной картой, не будет. В автобусах, идущих по экспресс-маршрутам в отдаленные поселки, за билет пассажиру надо будет заплатить 25 рублей. Напомним, что с момента последнего повышения стоимости проезда в городском общественном транспорте прошло больше двух лет. Тогда цена пассажирского билета выросла на 2 рубля 50 копеек. На эту же сумму увеличивается и теперь. Правда, только для тех, кто продолжает предпочитать наличный расчет. А вот для пользователей транспортных карт рост составит 3 рубля. Отметим, что в администрации города пока не готовы озвучить конкретную дату повышения стоимости проезда. Никаких официальных бумаг еще не подписано. Хотя, как нам стало известно, платить по-новому в автобусах и трамваях бичане начнут уже с 1 марта. Небольшое село Алтайского края поборется за статус лучшего в России. Сегодня в Бочкарях совместными усилиями бизнеса и власти реализуются крупномасштабные проекты, в том числе и федеральные. Здесь создается современная инфраструктура. Ударными темпами строятся спортивные объекты и жилье. Главная задача сделать все, чтобы люди оставались на своей территории и развивали ее. И пока все идет по плану. Накануне с рабочим визитом Целинный район посетил депутат Государственной думы Александр Прокопьев. Он лично оценил фронт работ. Подробности расскажем прямо сейчас. Поднять село и поставить его на ноги. Нет ничего невозможного. Пример с Бочкарями тому подтверждение. Накануне с рабочим визитом Целинный район посетил депутат Государственной думы. Представитель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Александр Прокопьев. Он отметил, что успешное развитие территории в первую очередь связано с базовым градообразующим предприятием. Директор компании Бочкари Вадим Цмагин показал строящиеся объекты и рассказал о дальнейших планах. Мы себе цель поставили сделать наше село самым удобным для проживания в Российской Федерации. То есть мы на сегодня являемся лучшим селом Алтайского края. На 2020 год наша цель стать лучшим селом Российской Федерации. Сегодня в Бочкарях в рамках федеральной целевой программы устойчивое развитие сельских территорий идет активная стройка. Общий объем государственных вложений составляет порядка 200 миллионов рублей. Возводятся социальные, спортивные объекты. Уже осенью будет сдан новый жилой микрорайон. В этих домах будут жить работники компании Бочкари, а также специалисты социальной сферы. Это учителя, медицинские работники и тренеры. Чего не жить, не работать. Работайте добросовестно, честно, при таких-то условиях. Так, вся инфраструктура, все на них, все бесплатно. В Бочкарях находится одно из самых лучших в регионе футбольных полей с искусственным покрытием. В августе за круглогодичной ледовой ареной заработает спортивный центр. Помимо хоккеистов и фигуристов, здесь будут воспитывать будущих чемпионов по волейболу и баскетболу. Близится к завершению стройка гостиницы. Она рассчитана на 250 мест. В селе появится спортивная деревня, где будут проводиться тренировочные сборы. Цель-то какая? Ну, понятно, бочкаревцы, целинный район, а лето, то есть это вот они, край, да. И самое главное, ребята из города едут в деревню, тянутся, тянутся. Не, ну так, чего не ехать. Куда-то надо ехать, а здесь вот оно. Сейчас на уровне федерации прорабатывается еще один масштабный проект. В Бочкарях намерены открыть школу «Сириус», чтобы дети в летнее время не только занимались спортом, но и развивались умственно. Вот так небольшое село в целинном районе можно ставить в пример того, как успешный тандем представителей государственной власти и бизнеса ломают устоявшиеся стереотипы. Люди не покидают свое родное село, а остаются и вносят свой вклад в развитие. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий, «Будни». В эфире информационная программа «Будни». Мы продолжаем. Смотрите далее в выпуске. Задумали давно, а реализовали только сейчас. Впервые в Бийске запущен онлайн-проект «Алтай читает Шукшина». 30 лет на сцене. Народный академический хор ветеранов ФНПЦ «Алтай» отметил свой юбилей. Когда есть цель, но путь к ней долог и сложен, есть простое решение. В КПК «Зенит» сбережения по 13,95% годовых. У нас все просто работает. Внимание! «Сибирь Декор» скидки до 30%. Монтаж 24 часа. Рассрочка. Нужен натяжной потолок? Звоните 555-152. Закажи такси. Телефон. 99-99-99. АЭС «Финанс». Тариф поддержка. Теперь 13,95% годовых. Для членов кооператива бесплатные юридические консультации. 8 800 303 47. Заново открыть для себя Шукшина. В Бийске на базе педагогического университета впервые запущен онлайн-проект. «Алтай» читает Шукшина. Актеры, учителя, пенсионеры, депутаты, студенты, представители самых разных профессий уже приняли участие в проекте. Не ори. Я тоже орать умею. Наше комсомольское собрание постановило. Наше комсомольское собрание постановило. С отчаянием повторял суфлер. Вот что, Фёдор встал. Если вы думаете, что мы по старинке жить будем, то вы сильно ошибаетесь. Онлайн-проект был задуман ещё в 2013 году. Но реализовать его удалось только сейчас, в год 90-летия Шукшина. Организаторы не ожидали, что масштаб проекта перешагнёт границы Алтайского края. На данный момент в нём уже приняли участие жители Бийска, Барнаула, Москвы, Сахалина, Дальнего Востока и Казахстана. Присоединиться к онлайн-чтению можно довольно легко. Достаточно отправить заявку в группу «Алтай читает Шукшина» в социальной сети ВКонтакте. Там же можно посмотреть уже готовые ролики по произведениям писателя. После регистрации участник получает отрывок из литературного произведения. Дальше ещё проще. Надо записать своё чтение на видео и отправить организаторам проекта. Затем видеофрагменты монтируются в один полноценный рассказ. Проект долгосрочный и количество участников постоянно растёт. Теперь организаторы планируют провести массовое мероприятие на пикете в дни шукшинских чтений. Зачем люди едут на пикет? Зачем люди едут на шукшинские чтения? Ведь это же не конкурс, это просто люди приезжают. И читать Шукшина, проект «Алтай читает Шукшина», он тоже рассчитан на то, что люди просто прочитают Шукшина. Посмотрят, чем жили на люди, сравняют ту действительность, которая была раньше, и что происходит сейчас на месте. И вообще, изменился ли народ. Язык у Шукшина очень своеобразный. То есть его читать просто. И он затягивает своей вот этой самобытностью. Началась подготовка к юбилейной дате и на родине нашего земляка, в Сростках. 28 февраля в административном здании Мемориального музея-заповедника Шукшина откроется фото-выставка в объективе Сростки. Основу выставки составят исторические снимки села и его окрестностей. Посредством фотографий можно будет проследить историю развития села с 30-х годов 20-го века до наших дней. Как стало известно, в проекте принимают участие фотографы Избийска, Юрги, Москвы. В экспозиции будут представлены снимки неизвестных авторов первой половины 20-го века. Оригинальность проекта состоит в том, что в нем могут принять участие все желающие, предоставив свои фотоработы. Лучшие снимки по трем номинациям – историческое, художественное, оригинальное – выберут посетители. Напомним еще раз, что выставка в объективе Сростки состоится 28 февраля в 12 часов в административном здании Мемориального музея-заповедника Шукшина. Мы в подобных случаях обязательно делаем благодарственное письмо или диплом участника. И лучшие фотографии, фотоснимки, они могут быть взяты в наше фондовое собрание, то есть на государственный учет. Будут храниться в государственном фонде Музея Российской Федерации. В любую точку мира, в Бийске и в рамках проекта «Вокруг света» с русским географическим обществом состоялась встреча с выдающимся путешественником России Александром Провоторовым. В Алтайском колледже промышленных технологий и бизнеса он поделился с гостями рассказами о последних путешествиях и своем образе жизни. Да ну зачем вы ходите в город, а больше всего Висбор на этот вопрос рассказал. Потому что они не задают таких вопросов. Ну трудно сказать, зачем мы ходим. Ну вот раньше, ну просто хотелось самоутвердиться. Ну какой-то моторчик внутри, вот знаете, вот он живет с детства и двигает, двигает нами. Ну да, да. Что? Черт-то знает. Ну вот в последние годы я уже, как я сказал, я сейчас езжу уже. Чтобы увидеть что-то полезное и интересное, что можно внедрить здесь. Встреча прошла в формате живого общения с аудиторией. Такие дружеские беседы Александр Провоторов проводит всего раз в полгода. Лишний раз он не упускает возможности поделиться впечатлениями со своими потенциальными последователями. Еще один значимый для него жизненный аспект – побывать там, где еще никто не бывал. Рассказать о том, что увидел и показать. Вот уже много лет Александр увлекается фото- и видеосъемкой. В ходе встречи были показаны видеоматериалы, отснятые в его последнем путешествии в Перу. А также фильм о первом этапе проекта вокруг Северного Ледовитого океана на снегоходах, снятый на мобильный телефон. В кадре они с напарником, единственный из четырех стартовавших групп, преодолели путь в 3,5 тысячи километров за три недели. Но это далеко не финиш. В планах за пять лет преодолеть Ледовитый океан по периметру, пройдя через Россию, США, Канаду и Данию. Барнаульский путешественник признался – для любого человека главное желание. А все остальные вопросы косвенные – где найти денег и время. Будь то горная река, другой континент или восхождение на крышу мира – вершину Эвереста. Таких экспедиций у нашего земляка много. Быть на границе между жизнью и смертью путешественнику приходилось не раз. Этот человек смог для себя показать, что он может, показать для всех, что это возможно, то есть нет ничего невозможного. Отметили юбилей в кругу зрителей большим праздничным концертом. Народному академическому хору ветеранов НПЦ «Алтай» исполнилось 30 лет. Накануне коллектив «Садко» выступил для бичан в молодежном центре «Родина». Желающих услышать репертуар хористов было настолько много, что некоторым зрителям пришлось стоять вдоль стен молодежного центра. Зал был переполнен до отказа. Участники коллектива «Садко» исполнили произведения различных направлений. В этот день звучала как духовная музыка, так и эстрадная. Всего на счету коллектива насчитывается порядка 100 произведений. 10 из них прозвучали со сцены. Помимо юбиляров в концерте приняли участие приглашенные артисты. Отметим, что академический хор ветеранов «Садко» был создан по инициативе участников Великой Отечественной войны, которые на тот момент работали на ФНПЦ «Алтай». Первым художественным руководителем коллектива был заслуженный работник культуры Владимир Ковердяев. Последние 15 лет хор ветеранов «Садко» возглавляет Людмила Гюджан. Не только строим, но и производим. Материал «Стройсервис» – огромный выбор бетонных и железобетонных изделий. Всем клиентам сезонные скидки. Производство бетонных и железобетонных изделий начинается здесь. В огромном помещении находятся все составляющие будущего раствора и бетона, которые тщательно перемешиваются на современном оборудовании. Затем бетон поступает в цех. Колонны, плиты пустотные, дорожные, кольца, крышки, сваи, лотки и многое другое. Все это собственное производство. Бийская компания «Материал «Стройсервис»» уже давно работает в строительной отрасли. Контроль качества ведется на всех этапах производства. Бетонные и железобетонные изделия соответствуют ГОСТу. В компании имеется большой автомобильный парк. Если вам нужны плиты или колонны, но вы не можете их забрать самостоятельно, то здесь вам готовы помочь. Доставят сколько надо и куда скажете. Компания «Материал «Стройсервис»» гарантирует высокое качество продукции по приемлемым ценам. Сейчас всем клиентам сезонные скидки. «Материал «Стройсервис» не только строит, но и производит. И о погоде. Спонсор прогноза погоды – Центр проктологии и урологии «Медлайн». Комфортное лечение проктологических заболеваний без операций и больничного. Дни здоровья в «Медлайн». Только до конца февраля прием проктолога всего 450 рублей. Звони «Медлайн». 27 февраля в Бийске будет пасмурно. Возможно, осадки в виде мокрого снега с дождем. Ветер переменных направлений слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха утром и поздним вечером будет высокой. Магнитосфера спокойная. Ночью – минус 6, минус 8. Днем – от минус 2 до нуля. И это все новости на сегодня. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Напоминаем, что в выпуске информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях и на Ютьюбе. Счастливо! Еще увидимся!